Ну что ж, ребята, достает час икс, последний день, финал. Для меня было большим удивлением узнать вчера на банкете о том, что я, оказывается, прошел финал скоростной силуэтной стрельбы. На последнем месте, но прошел, участников-то было очень много. Было 5 смен по 20 участников, если я не ошибаюсь, 100 человек. Подумал, покумекал, так сказать, придумал определенную технику, может мне это позволит что-то показать. Но я на это не претендую. Основная моя задача сегодня, понятно, это Xtreme Bench Race на 100 ярдов. Я не робот и, честно говоря, я немножечко, скажем так, волнуюсь. Надо собраться и показать лучшее, на что я способен. Я очень постараюсь это сделать. На стрельбище пока никого, еще нет восьми утра. Ветер умеренный. Я думаю, что к Xtreme Bench Race скорее всего он будет меньше, потому что с утра ветер здесь обычно сильнее, чем днем. Пустыня остывает. И уже днем, когда уравнивается температура, становится чуть-чуть получше. Часам, правда, к 11-12. А мы стрелять будем, я так понимаю, в районе 10. Часам, правда, к 11-12. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Добрый вечер, спасибо. И снова? 21-й? Да. Хорошо. На силуэтке? Да. На стрельбе? На стрельбе? Вы выберете. На стрельбе? Да. Хорошо. Хорошо. Значит, ребята говорят о том, что с красной силуэткой Я буду стрелять с 21-го стола, как стрелял Экстрим Бэншрест. А вот по поводу столов на Экстрим Бэншрест будет лотерея. И это абсолютно справедливо. То есть люди вытягивают свой билет с номером стола и с него стреляют. Учитывая фактуру этого стрельбища, это как и любого стрельбища, на котором используются брустверы, это очень-очень-очень актуальная тема. Так что считаю это справедливо. Здорово. Ну, ребята, уж коли так сложились условия, что я попадаю в финал по силуэтке, вчера думал о том, что же сделать для того, чтобы улучшить свой результат. Очевидно, что винтовка у меня для силуэтки не подходит. В силу того, что задний упор использовать запрещено. Но можно использовать передние сошки. Так как я винтовку делал под Бэншрест, то я даже затыльника на нее никакого не поставил, хотя он был. И винтовка в принципе не цепляется за плечо. Одной рукой перезаряжаешь, другой, то есть взводишь, другой перезаряжаешь. Или одной рукой делаешь. Здесь огромное количество стратегий. Наиболее правильное это, на мой взгляд, удержание винтовки у плеча, да, за счет надавливания плечом на винтовку. Взвод правой рукой. Одновременно с этим заряжание левой рукой. Закрытие взвода и стрельба. Промахнуться, на мой взгляд, здесь невозможно, потому что дистанции 25, 35, 45, 55 ярдов, 25 и 55 ярдов при пристрелке в 0 на 50 метров, это фактически 0. Значит, 35 и 45 ярдов, это плюс 0,3 и плюс 0,4 мила. Если это знать, а я это знаю, то промахнуться невозможно. В общем-то, вчера я это и показал. Я ни разу не промахнулся. Вопрос остается в скорости отработки всех этих моментов пальцами. Дети очень здорово здесь и быстро справляются, и подростки занимают первые места. Почему? Потому что маленькие пальцы и очень хорошая, четкая, быстрая моторика. Свежие мозги, скажем так. Что я сделал? Я постарался полностью освободить пули от осалки. Пообваливал их в полотенце, как следует. Проверил все, чтобы они не выскальзывали из рук. Здесь жарко, осалка становится очень скользкой, они просто выскальзывают из рук. На это уходят драгоценные секунды, которые здесь различайно важны. Далее, какое здесь правило? Что до команды огонь пули должны лежать в банке. В своей родной банке, в которой они производятся. Это обязательное условие. Из банки редизайна брать пули неудобно, она маленькая. Поэтому я возьму полотенце. Как только будет команда огонь, я высыплю пули на полотенце. Они не будут мотаться по столу, я буду их быстро брать. Вперед я поставлю свой передний мешок. В него будут упираться сошки винтовки и сама винтовка, чтобы я мог давить на нее плечом как-то, да? Чтобы она не уезжала, чтобы была возможность удерживать ее плечом, одновременно взводить, одновременно закладывать пулю. Ну и стреляет, соответственно. Я не знаю, как сработает эта стратегия, но почему не попробовать уж, если я здесь, правда же? Давайте я постараюсь вкратце рассказать, как проходили соревнования по скоростной силуэтной стрельбе. Первый день проходила квалификация. Три матча. Лучшие результаты по матчу проходят в финал. Десять человек из каждого класса. Соревновалось всего, по-моему, порядка ста человек. Могу ошибиться. Я прошел в своем классе. В классе про финал. Каким образом, не знаю. Как мы видим сейчас, я показываю финальную последнюю стрельбу. Первый матч был тренировочный. Он не шел бы зачет. А вот второй матч зайдет зачет. Именно иду. И сейчас в Аминь. Моя стратегия, которая выработала, не сработала. Потому что затыльник винтовки не был установлен. Фактически. Это просто плоскость металлическая, которая скользит по плечу. Это очень критично для данной дисциплины. Поэтому я продолжил стрелять. Время давишь, когда стрелял первый день. Стоишь разницы, что использую полотенцем, на котором высыпал хуми. Так их намного удобнее брать. В качестве заднего упора использую хума. Так удобнее наводиться на мишель. Я показал максимум из того, что я могу при такой конфигурации, с такой винтовкой лучше я не могу. Очевидно, что вы слышали там аплодисменты, шум, свист. Это выиграл победитель, который настрелял в два раза быстрее меня. Но я ни на что тут не претендую. Это не моя дисциплина. Показал то, что смог. И в общем-то этим доволен. Данная дисциплина для меня преимущественна была для участия в One Gun Challenge. И еще о чем хотел сказать. Вы знаете, у меня в жизни очень много ситуаций, которые складываются, что говорится, как надо. И не помню, говорил я вам или нет, что у меня есть одна большая проблема, что я никогда не могу отстрелять первый матч хорошо. И здесь это большая проблема. Да, по-моему, я вам об этом рассказывал. Сегодня силуэтная стрельба будет перед финалами Extreme Bench Resta. Ну, может быть, это и будет, собственно, моя разминка своеобразная, да, мои первые матчи. И к главному событию я подойду уже, скажем так, в размятом состоянии. Опять же, вчера вечером я прострелял пару патчей. И у меня есть такое небольшое ощущение, что стволу необходима минимальная освинцовка после этой чистки. Хотя это не более чем ощущение, не факт, что оно подтвердится. В итоге мы имеем такую ситуацию, что сейчас у меня будет сделано 40 выстрелов. Это идеальное количество выстрелов, потому что абсолютно точно до 75 или до 100 выстрелов винтовка гарантированно сохраняет пучность боя. И после 40 выстрелов я буду стрелять Extreme Bench Resta. Пули для Extreme Bench Resta я отобрал. Они были уже отвешены. Я их отобрал по качеству юбки и по качеству головы. Отобрал порядка 35 пуль. Некоторые пишут в комментариях, что я не использую пристрелку. Ребята, пристрелка очень низко. Ее использовать адекватно можно только в начале. Это раз, два, перенос огня огромный, неудобно, теряешь время и кондицию. И три, та ситуация, которую мы имеем на нижнем уровне мишени и на верхних уровнях мишеней, это разные ситуации по ветру. Поэтому действительно, да, пристрелку я использую мало. Это факт. Посмотрим, посмотрим, что из всего этого выйдет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я некоторое время размышлял о том, нужно ли в данном конкретном ролике показывать полностью стрельбу весь матч. Скажу сразу, стрелял я долго. Да, то есть порядка 25 минут. И стрелял с максимальной отдачей в плане всего обучения, которое я сам себе устроил при подготовке к стрельбе. То есть я активно использовал и пристрелочную зону, работал с ветром, выжидал, никуда не торопился, заправлялся в очень узком диапазоне давления, поэтому было много заправок. Но я посчитал неправильно включать в этот ролик, который, в общем-то, является скорее информационным, чем учебным, полное видео стрельбы. Поэтому будет отдельный ролик без замедленного видео, в котором вы сможете посмотреть и от и до, всесторонне, изучить непосредственно процесс стрельбы. Я думаю, что это будет интересно и в некотором роде такое видео уникально, потому что никто никогда не записывал свое видео на Extreme Bench Raste. Несмотря на наличие огромного количества насадок у людей, и аналогов моей насадки, и копий моей насадки, почему-то никто этого не делал. Тем более, никто не записывал чемпионскую стрельбу. В этом плане материал действительно получился очень интересный. Я надеюсь, что он будет полезен для будущего обучения. В ближайшие дни после выхода этого ролика вы сможете у меня на канале посмотреть полную необрезанную версию. Без замедления. То есть видеть все моими глазами. Именно как я видел, как брал поправки, куда стрелял и куда попадал. Ну что же, ребята, вот и все. Закончилось мое спортивное приключение. Я сделал все, что мог. С подсчетами у меня беда извечная. Я же юрист. Посчитать нормальность своей результата не могу. Даже цифры сложить. Нервничаю, походу. Ребята с чатика говорят, что там 222 или 223. В этом случае я доволен. И я насчитал 214. В этом случае я не доволен. Все, что больше 217, для меня будет считаться приемлемым результатом. Для самого себя. Понимаете, да? То есть я... В данный момент я соревнуюсь сам с собой. И для меня это наиболее важно. Удовлетворен ли я своим результатом. Поэтому посмотрим. Ух ты, а тут уже люди на банкет садятся. Смотрите-ка. Ничего себе. Сколько уже людей-то. Вот это да. Вот это да. Я очень хотел напроситься, чтобы мне показали, как производится подсчет мишеней. Мне отказали однозначно и сказали следующее, что люди, которые считают мишени, сидят там с утра. На мишенях не подписано, кто есть кто. У них нет информации о том, кто за какой... кто за каким столом стрелялся. Они просто считают цифры и вносят их в систему. Считают цифры и вносят их в систему. И после того, как им принесли мишени, они заперлись и выйдут оттуда только после подсчета. Связано это с тем, что очень-очень дорогие призы. Да, то есть призовой фонд только по лотерее по лотерее составляет более 40 тысяч долларов. Поэтому, в общем-то да, в общем-то их понять можно. Конечно, согласен. Вот в том вот здании производится подсчет очков. Там где написано Training Center. Центр подготовки, тренировки. И туда войти нельзя. Ну, что ж. Интрига сохраняется до последнего. Так же, как информация про bench rest на 50 метров не раскрывается. Так же, как информация по field target не раскрывается. И уж точно информация по one-gun challenge, где они по какой-то собственной сложной формуле комбинируя все соревнования выводят победителя по общим очкам. Это тоже не раскрывается. Но, с другой стороны, это добавляет интриги раз. Два. Это заставляет людей ждать до самого конца. Это к ответу на часто задающиеся вопросы. А как же нам заставить людей находиться до конца соревнований, до самого награждения? Здесь для меня, очевидно, вот два ответа. Первый ответ – это лотерея. Да, вот такая крутая лотерея. И люди покупают на нее билеты за день до финала. Да, то есть, они еще не знают результатов, проходит они финал или нет. Но они уже покупают билеты. И таким образом привязываются к этой дате. И они будут на этом деле присутствовать. Ну, понятно, что надо учитывать разность менталитетов россиян и американцев. Американцы любят все эти тусовки, любят такие вот собраться все вместе, пошуметь. Мне кажется, у нас это просто не очень как-то распространено, что ли. Ну, посмотрим. Посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе не нужно ее везти за границу И когда у тебя есть Такая возможность Учитывая стоимость призов Ну, наверное, я бы тоже Побольше билетиков понакидал туда Ну что же, объявили, что через полтора часа Начнется раздача всяких вкусняшек Будет проведена лотерея Все помолились Тут люди все верующие Поблагодарили спонсоров Отдельное спасибо сказали Ребятам из Airguns of Arizona Потому что они огромные силы Потратили на проведение этих соревнований Я их прекрасно понимаю Потому что соревнования такого масштаба Это что-то колоссальное И по затратам Они всех своих сотрудников Игнули сюда на работу Что касается статуса данных соревнований Необходимо отметить следующее Я думаю, большинство из вас Прекрасно понимает, что Нету какой-то федерации Нету каких-то единых Правил данного вида спорта Ты спорта как такового В узком понятии этого слова нету Но есть более 160 человек Которые со всего мира Приезжают на данные соревнования Соревнования данные проводятся Уже девятый год В будущем году будет юбилейный Десятый соревнований Для понимания приехали люди Более чем из восьми стран Это только участники Журналисты и гости Еще больше Со всех континентов Даже с Австралии Таким образом Обсуждать статусность Чемпионат мира Не с чемпионат мира Смысла нет Это наиболее представительные На сегодняшний день Соревнования в мире С наибольшим количеством стрелков Как это еще назвать? Ну да Это название Официально Extreme Bench West Официально никто Чемпионат мира Это не называл Но у данных соревнований Есть представительства В нескольких странах Как минимум Это Мексика Чили И Аргентина И хочу сообщить Радостную новость Что я договорился О франшизе И на майские праздники Клуб Восток Будет проводить Чемпионат России По Extreme Bench West Мы привлечем Максимальное количество Участников И будут очень достойные призы Я надеюсь Что Все стрелки Именитые Умеющие стрелять Впрочем Как и новички В силу того Что данная дисциплина Становится очень популярна В России Приедут и поучаствуют Уверен Что мы сможем показать Уровень стрельбы Ничуть не хуже Чем в США Помимо знакомства С большим количеством Именитых стрелков Также имел честь Познакомиться С собственником компании Daystate И Насколько я понял В должности могу ошибиться С главным инженером Лотра Вальтра Обсудили целый ряд вопросов И по стволам И по технологиям Мне предстоит поездка На Daystate завод Где я смогу выбрать Любую Винтовку Компании Которая будет доставлена В Россию И надлежащим образом Легализована Тоже хорошая новость Вот такие медали По всем дисциплинам Тоже хорошая новость И надлежащим образом Мишени посчитаны Ребята, пошли смотреть Пойдем смотреть мишени Мне самому интересно Сколько я там настрелял Что мы тут видим? Ничего не видим Я тоже не знаю Давайте вместе посмотрим Серьезно еще не переворачивал Оба-на Так Итого Охренеть 225 очков И 4 икса Вот таким результатом Ребят, я доволен Вот таким результатом Я доволен И теперь мне по барабану Какое место Я знаю, что я Настрелял Так, как я Могу стрелять Лучше в такой ветер Я вряд ли Смог бы Семь Девять Восемь Восемь Десять Девять Десять Восемь Восемь Девять Восемь Девять Девять А, десять 10, да, 8, 10x, 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 9, блядь, сикарно. Вот, ребята, люди изучают мишени, блядь, смотрят, что как, у кого что. Видите, команда, RTI, Армс, изучают свои мишени, ребята из U2, Airguns, изучают свои мишени. 2-5, and 4-8. 2-5, I'm satisfied with this result. You know, I didn't see anybody that stayed in the shootout game. Let's wait for the analysis. What it means, though, is you did extremely well. You were only a few benches away from me, and you handled the win extremely well. I've trained hard. What's that? I've trained hard. I'm so happy for you, that's awesome. Guys, thank you very much. Thank you, guys. Congratulations. Of course, man. Early, I have to leave. Oh, thank you. I know you got it. Thank you. Thank you. At this point, it was not requested that out there we could. All right. I just started shooting, and I just got it. I just wore this card, but I remember that maybe two holes are the same. I picked the bigger picture. Of course. I got it. I'm so happy. I got it. It's on the company's cards, but it's not on my personal card. I got it. 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 There's a lot of fun. There's a lot of moving parts of this competition. Right now we've got the catering company in the back that is going to provide a superior meal for us today. I think you'll find it equally as good as maybe even better than last night. And I thought last night was fantastic. Вот и дошли мы с вами до награждения. Из дисциплин, в которых я участвовал, первой по награждению был американский филтаргет. Если не смотрели мои предыдущие ролики, я вкратце расскажу, что это стрельба, сидя на пластиковом ведре. Есть возможность использовать бипод, такую крестовину, и стрелять по металлическим мишеням с убойными зонами с заранее известной дистанцией. Лично для меня данная дисциплина не показалась сложной. Единственная сложность – это знание баллистики своего боеприпаса и винтовки для того, чтобы правильно просчитать дистанцию. Собственно, когда я стрелял, девушка, которая сейчас проводит награждение, это Лоран. Насколько я понял, она призер одного из чемпионатов мира, вроде бы, по филтаргету среди женщин. Но могу ошибаться, это все легко проверить на самом деле. Она мне сказала, что Николай, такой высокий уровень стрельбы, ты там точно на что-то претендуешь. Но я не придал это, честно говоря, значения, а в итоге вышло, что я первое место занял, стреляя впервые в эту дисциплину. Ну, в общем, было неожиданно. На самом деле для меня я не ожидал, что меня позовут, и как-то вот наградили приятно, здорово, классно. Среди призов, помимо медали, кубка, это деревянная такая памятная доска, также, конечно, приятно очень чек, который впоследствии легко обналичится в банке. Следующая дисциплина, это One Gun Challenge. Суть в том, что есть стрелок, который все дисциплины стреляет с одной винтовки. Винтовка должна быть в калибре 5,5, не более 5,5. И стреляются дисциплины, скоростная силуэтка, американский филтаргет, Берр на 50 метров и экстрим, на 50 ярдов, прошу прощения, и экстрим бенч рест. К сожалению, стреляя 50 ярдов, я показал очень низкий результат, впрочем, как и абсолютное большинство людей, которые стреляли в первых двух сменах. Мне так повезло, в кавычках. Ветер был ураганный, и, ну, сколь-либо вдумчиво стрелять не получалось. Как я предполагал, все призовые места в дисциплине на 50 ярдов заняли стрелки третьей смены, потому что им повезло, они попали в уже ослабившийся ветер от 2-3-4 метров в секунду, в который вполне можно разумно, осознанно стрелять. В данной дисциплине мне удалось взять второе место. Первое место занял товарищ, с которым мы задним столом сидели. Они с супругой приехали из Австралии. Это к тому, чтобы вы понимали, насколько широко представительство данной дисциплины и из каких уголков света проезжают прилки различные. И в данном случае получилось по-настоящему интернациональное награждение, потому что третье место занял американец, второе место занял русский, а первое место занял человек из Австралии. Более того, он стрелял не со своей винтовки, ему винтовку дали товарищи американские. Ну и, собственно, ведущий здесь шутит, что ты стреляешь с чужой винтовки. Он говорит, да ладно, быть не можешь, чтобы я занял первое место. Он говорит, ну тогда можешь свой денежный приз отдать тому, кто дал тебе винтовку. Уж какая там дальнейшая была история, я не скажу, но было здорово. Очень интересная дисциплина и интересное награждение. Победители они выявляют простой суммой всех результатов, дисциплин, про которые я уже говорил. Как вариант выявить лучшую винтовку. То есть в данном случае не стрелок, как они заявляют, а именно винтовка. One gun challenge. Можно, конечно, это посмотреть по-другому. То есть челлендж это вызов одной винтовки. Поэтому мой акцент на том, что именно одна винтовка победителем является, наверное, неправильным. Это стрелок с одной винтовкой. Так будет корректно. Ну и следующая дисциплина. Это мы пришли уже к главному событию всех этих дней соревнований. Extreme Bench Vest Pro Class. В котором я участвовал. Что могу сказать? Могу сказать, что в этом году результаты очень сильно улучшились по сравнению с предыдущими годами. Учитывая то, что замер производился калибром меньшего диаметра. В том году это было 9 мм. В этом году это 7,62. И результаты, опять же, выросли. То есть в том году победитель набрал 215 очков. Это был Клаудио Флорос. В этом году третье место набрали с очками 217. Второе – 221. И первое мое – 225 очков. То есть, очевидно, рост очень большой. Третье место занял участник из Utah Airguns. Это очень сильный клуб в США, который проводит конкурентные соревнования. Но не так давно. Конкурентные перед Extreme Bench Vest. Rocky Mountain Challenge. Ребята с очень крутым финансированием. С очень крутой базой. Могут позволить позвать себе очень крутых стрелков. Оплатив им, являясь спонсорами дайта стрелков. Оплатив им дорогу. Таким как Мэтт Даббер. Тед Бирг. Ну и прочие известные всем личности. Ну, деньги решают, как говорится, да. Второе место занял Кен Хиггс. Известный очень стрелок в США. Ну, первое место занял я. Меня награждает собственник компании Daystate. Вручает самолет, символ поездки на их завод. Для знакомства и выбора лучшей винтовки, которую я себе захочу. Которую будут мне вручать и доставят в Россию. Ну и, собственно, также памятная вот эта вот дощечка или кубок в форме пульки, да. И чек. Тоже немаловажный, приятный подарок. Среди тем, что я смог, в общем-то, отбить все свои затраты на эту поездку. Это тоже здорово. После награждения начали подходить люди поздравлять. Традиционно предыдущий чемпион подходит передать чемпион. Это был Клаудио Флорес. Очень по-доброму все было. Я не ожидал, что столько людей подойдет, что такая бурная будет реакция на мою победу. Если вы еще раз посмотрите момент награждения, оглашение моего имени, что в Телтаргете, что в Экстрим Бенч Рейсте. У людей действительно искренние улыбки, искренние эмоции. То есть я не ощутил вообще никакого негатива в свою сторону. Здорово. Здорово. Действительно, чрезвычайно позитивные эмоции. Меня поздравляет Клаудио. Поздравляет меня. Сейчас подойдет Альваро Лопес. Это организатор Экстрим Бенч Рейста в Мексике. И крупнейший, насколько я понял, продавец в Мексике. Тоже очень доброжелательный человек. Мы с ним здорово общались. Сейчас мы разговариваем с ведущим American Air Gunner. Известная очень программа. У них известный ведущий. Он прочитать ему интервью. Я говорю, сейчас руки только освобожу. Но не тут-то было. Как только я освобождаю руки, ко мне подходят еще люди. Продолжают поздравлять. В общем, все, конечно, очень здорово. Это мои соседи по банкетному столу. Они из штата Техас. Очень приятные люди. Вежливые в общении. Здорово. Подходит Лорен. Говорит, ну, видишь, мужик, я же тебе говорил, а ты выиграешь. Молоток. Она руководит ФТ. И, собственно, она меня подбадривала. Говорила, ты классно идешь. Давай, давай, давай дальше. В общем, здорово. Действительно. Сзади меня сейчас стоит Михаэль Вэнд. Это собственник крупнейшего США форума Air Gun Nation. Он в этом году не участвовал. Приехал просто делать фотографии. И написать статьи на форум. Параллельно с ним ко мне подходит официальная съемочная группа Extreme Bench Frest. Прочит дать кратенькое интервью. Сказать, кто я, откуда я. Это также известнейший в Америке видеоблогер. Представитель организаторов. Слева подбегает известный бразильский блогер. Правда, преимущественно проживающий в Англии. В общем, все хотят пообщаться. Все хотят записать видео. Все хотят сфотографироваться. И после этого момента я, в общем-то, уже и не присутствовал непосредственно на награждении. Там был розыгрыш лотереи. Потому что не хотелось отказывать людям в общении. Все хотят пообщаться. Все хотят узнать. И дал несколько здоровских интервью. Действительно любознательно. То есть узнавали про винтовку. Что, как, как строил. Искренне интересовались, почему так долго заняло получение визы. С чем это связано. Но в итоге я озвучил свою очень простую политику. Что, ребята, давайте сделаем наш спорт вне политики. Вне политики государственной и вне внутренних бизнес-разборок, которые у вас имеют место быть. И у нас имеют место быть в России. Давайте просто приезжать и стрелять. Потому что во время стрельбы ощущается искренняя поддержка. Искренняя помощь. Большой, дружной, пневматической или пневмонутой, как мы говорим в России, семьи. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. Будет еще одна серия про мой последний день в США при поездке на Extreme Benchrest. Продолжение следует...